Многие эксперты, в том числе Комитет гражданских инициатив Михаил Дмитриев, говорили о том, что в 2015 году будет не политический, а в основном экономический процесс. Курс рубля падает, цена нефти падает, уровень жизни россиян простых падает. И вот даже есть опрос, что главным событием люди из числа опрошенных считают, что 62% назвали обвал рубля. Также более половины россиян при этом хотели бы видеть Владимира Путина и дальше президентом. 14% лишь, по вашему опросу, Левада-центр готовы выйти с экономическими требованиями на улицу. То есть 14% готовы выйти на площадь. Как же так получается? С одной стороны, всех волнует обвал рубля, с другой стороны, никто не готов выходить. 14% это все-таки декларативное заявление. Если бы 14% вышли, мы получили бы цифру гораздо больше, чем в Париже, во Франции и прочее. Поэтому это некоторая, скорее, не то что личная готовность к участию, к действию, а такое выражение некоторого смутного недовольства и протеста против. В принципе, действительно, в прошлом году протестные настроения были на самом низком уровне. Это связанное с пропагандой, поднявшей такую националистическую волну, патриотическую волну, играющей на комплексах ущемленного сознания. С одной стороны. С другой стороны, разочарование в протестном движении, которое очень сильно было. Протестные движения в 11, 12 и 13 годах носили не очень оформленный характер. Скорее, это был такой моральный, эстетический протест, вкусовой, я бы сказал, против усиливающейся диктатуры, авторитарного режима, чем ясно такой сформулированный программный протест. Слабость в том, что очень большая часть разочаровалась в протестном движении, которое не смогло выработать четкой программы, а самое главное, не превратить вот это диффузное такое аморфное движение, вполне понятное, чем вызванное, в четкое, практическое, систематическое, политическое действие. И разочарование это привело даже не столько репрессий, хотя и это тоже против участников, лидеров протестного движения. Сколько вот ощущения неопределенности и нерезультативности такого рода действия, оно привело к снижению участия и поддержки в этом. Но надо учитывать все-таки степень развращенности нашего общества и надежды на власть. Поэтому падение рубля, действительно обвалы и ощущение приближающегося очень тяжелого экономического кризиса, который вызывает чрезвычайно тяжелые ожидания, такие в разных группах по-разному, от паники до такого смирения, они не обязательно вызывают действительно ощущение протеста и прочее. Очень долгое время режим покупал лояльность населения через распределение, через покупку более близких к себе групп, и это стерилизовало возможности участия. Очень большая часть людей не верит, вообще говоря, и единственной реакцией на ухудшение жизни – это то, что мы называем тактикой снижающей адаптации, ну, терпение, грубо говоря. Надо перетерпеть. Это вот основная реакция массы. Но долго ли будут терпеть? Долго. А почему? С чем это связано? Ну, потому что, если бы были силы, организованные силы, которые могли бы превратить этот протест в движение, более четко, с четко оформленной программой, и ведь в чем проблема нашего протестного движения? Он в основном представлен крупными городами, мегаполисами, и сильнее всего в Москве, конечно, где сложилось что-то похожее на средний класс, очень условно говоря. И здесь люди выступают не столько с экономическими требованиями, как, кстати, вот в этом протесте, сколько с требованиями институциональными. Судебная реформа без независимого суда, не может быть защиты человеческого достоинства, собственности, невозможная экономика. Именно в крупных городах рыночный сектор, он наиболее развит, и больше всего здесь людей втянуты в рыночную экономику. Они считают, что, вообще говоря, они обязаны себе, своим благосостоянием, а не власти, которая коррумпирована, воровата и прочее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова